Министры стран Европейского Союза собрались вместе, чтобы обсудить подготовку к возможному сокращению поставок газа из России. На встрече обсудили предложение для всех стран ЕС сократить потребление газа на 15% с августа по март. Эту меру как необходимость предложила Европейская комиссия. «Если мы все приложим усилия, о которых нас просят, мы сделаем достаточно, чтобы успешно пережить зиму. Но глядя в будущее, конечно, необходимо избавиться от всякой зависимости от российских энергоносителей». Давление на Европу Россия усилила 25 июля. Тогда «Газпром» заявил, что поставки по газопроводу «Северный поток-1» в Германию сократятся до 20% пропускной способности. Хотя в немецком правительстве никаких причин для этого не видят. «Мы должны быть готовы к тому, что российского газа будет меньше, а в какой-то момент вообще не будет. Если всё сложится иначе, мы будем удивлены. Но нас больше не должно удивлять, что Путин закрывает газовый кран. И я должен прямо сказать Путин, потому что «Газпром», очевидно, по-прежнему заинтересован в поддержании поставок, но находится под политическим контролем». «Газпром» выдвигает свою версию. Мощность до 20% от заявленной сокращают, поскольку необходимо остановить ещё одну турбину на регламентные работы. Первую уже остановили в июне, сократив поставки газа по «Северному потоку-1» в Германию до 40% мощности. Сейчас в России, заявляют, в такой ситуации виноваты только западные страны. «Раздувается история с турбинами Симонса, которые проходили регламентные работы в Канаде, которые Канада не захотела возвращать. Потом Симонс при поддержке германского правительства добился их возвращения. Но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде». На самом деле это настоящий газовый шантаж Европы на фоне санкций, которые всё больше негативно влияют на российскую экономику. Поэтому в Кремле не видят другого выхода, кроме как при помощи газа вынуждать Запад идти на уступки. «Мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Несмотря на уступки относительно турбины для северного потока, Россия не собирается восстанавливать газоснабжение европейским странам, как она обязана по контрактам. Всё это делается Россией, чтобы европейцам было максимально трудно подготовиться к зиме. Это откровенная газовая война, которую Россия ведёт против объединённой Европы». Дать отпор этому может полная энергетическая независимость от России. В Западной Германии есть район, который уже несколько десятилетий не зависит от поставок газа из России и других стран. Его заменили ветряные турбины и солнечные батареи. «Некоторые смелые провидцы заявили, что войны ведутся из-за нефти и газа, и нам нужно что-то с этим делать. Так они собирали деньги на первый ветрогенератор, который производил электроэнергию для двухсот домовладений. Сегодня у нас 279 ветряков, которые производят электроэнергию для 300 тысяч домохозяйств». Как ответ на газовый шантаж России, представители стран ЕС согласовали план по сокращению потребления газа, предусмотрев особенности для каждой страны. «Что мы знаем точно, так это то, что Путин будет продолжать играть в свои грязные игры, злоупотребляя и шантажируя поставками газа. И это то, к чему мы должны подготовить наше домохозяйство и экономику. Мы должны защитить их». Недавнее нападение на Одессу показало, что Россия не является и никогда не будет надёжным партнёром. А буквально вчера «Газпром» объявил о дополнительном сокращении поставок газа, что сразу же вызвало рост цен. И это просто дополнительное свидетельство или доказательство того, что мы должны брать игру в свои руки и должны как можно скорее снизить зависимость от поставок из России. Если нам это удастся, вся Европа выиграет». При этом американские экономисты утверждают, что в этой газовой войне Путин теряет гораздо больше, чем Европа.